Здравствуйте! Шьем с вами очередную маску. Маска будет у нас на резинке, на шляпной резинке и с кулиской. Размер 30 на 40. Где у нас 40, складываем пополам. И мы должны с краю проложить строчку с одной стороны и с другой. Эту маску можно сделать многослойную. У нас с вами здесь два слоя, но она будет у нас в гармошку собираться. Смотрите, вы дополнительно можете из ткани подогнуть уголочки, прошить и сюда сделать вставку. Прошить вот эти швы и у вас будет здесь отверстие. Вы сюда можете вставить какую-нибудь прокладку. Мы с вами соединили швы, где у нас 20 см, 30 см. У нас вот эта высота. Теперь мы с вами должны сделать складочки. Сантиметр оставляем и где-то примерно 2,5-3 см мы закладываем складочки. Можно дойти до середины и сделать встречную ту сторону. Можно делать и в одном направлении. Так мы делаем с двух сторон. Где у нас 20 см мы в серединку вставляем или от упаковки хлеба проволочку, но желательно ее завернуть в какую-нибудь тряпочку и прошиваем. Мы ее закрепляем или какую-нибудь проволочку, чтобы это был фиксатор у вас для носа. Смотрите, мы сделали складочки. Последняя у нас складка не получается. Смотрите, мы подворачиваем вот этот уголок вниз. Это будет у нас подбородок. Он будет как раз закрыт снизу. Когда мы ее закололи, вот так вот складываем вместе, проверяем, одинаково или не одинаково мы закололи. Теперь наша задача прошить вот эти вот стороны. И нам понадобится две вот таких тряпочки. Это 5 см у меня размер, но они еще длинные. Вот наша кулиска. Мы должны подогнуть два раза и прошить. Если вы просто подогнете и прошьете со временем, когда будет резинка туда-сюда играть, у вас здесь будут нитки. Лучше это подшить. Подшиваем с двух сторон ровно столько, сколько вы сделали сборку, сколько у вас высота вашей маски. И пришиваем ее к маске с изнаночной стороны. Чтоб у вас вот этот верхний шов, какой вы будете потом пришивать, пошел по лицу. У меня получилось здесь 1 см. Лишнее нужно с вами отрезать. Ну, где-то 0,5 мм здесь точно надо отрезать, чтобы у нас лишнего не было. Когда мы пришили вот эту кулиску. Это у меня шляпная резинка. Вы посмотрите. Она нежная, мягкая, хорошо тянется. Мы ее вставляем в серединочку. Вот так вот подгинаем. И прошиваем. И потом мы уже завязываем. Если вы вставляете белевую резинку, то ее желательно скрепить иголкой и ниткой. Эту можно завязать на узел. За 10 минут сшила уже маску. Смотрите, эти узелочки мы убираем вовнутрь. Вот так вот перекатываем. Если у вас широкая голова, сделайте тогда 25 см вот эту вот резиночку. Я ее уже одела, попробовала. Да, она мне больше понравилась, чем вот какую мы с вами шили в предыдущем видео. По этой маске, что хочу дополнить. Вот эти вот завязки, конечно, лучше их пускать вот здесь с краю. Но так как эту маску можно кипятить, она делалась, соответственно, без резинок. Но если будете шить такой вариант, лучше в шов уберите эти веревочки, чтобы они смотрели у вас в бок. Но вот этот вариант, конечно, лучше. Он смотрится интересней и симпатичней. И в нем как-то более комфортно. И снимается это все легко, чем вот эти вот завязки развязывать, завязывать. Сейчас на Украине штрафуют, кто выходит без масок. Мало ли, может быть, это то же самое будет у нас. Не болейте, шейте маски. Всего доброго, пока-пока. Когда шьете маски, используйте натуральные ткани. До свидания.